Здравствуйте, дорогие пользователи Ютуба, с вами я Балтазар, и сегодня мы посмотрим на игру под названием Rock Legacy. Это платформер, в котором нам каждый раз придется играть либо за принца, либо за принцессу. Нам дается на выбор один из трех персонажей, у каждого персонажа есть свой класс, свой класс и свои трейды. Трейды это плохие вещи, спелл это способность. Давайте возьмем вот этого с двумя трейдами. Тут вот мы, это так представлено дерево развития. Дерево развития тут не так, как во всех играх, то есть не таблицей там какой-нибудь или линиями. Тут оно представлено как постройка собственного замка, собственного владения. Он может быть очень большим. Изначально вы начинаете с пустого места. Вот мы очень маленькие. Наша способность это делать собственную иллюзию, а потом телепортироваться к ней. Неплохо. То есть мы можем оставить, например, иллюзию в начале карты, пробежать очень далеко и телепортироваться к ней. Неплохо. Так же у нас иногда вылетают хриты, но у этого персонажа они вылетают очень редко. Вот этому вот привидению, чтобы пройти дальше, мы должны отдать все свое золото. Давайте попробуем оставить свою иллюзию где-нибудь вот здесь. Пробежать подальше. Нет, значит в каждой комнате мы должны оставлять одну иллюзию. Достаточно неудобное управление, так как у меня нет контроллера, мне приходится играть на клавиатуре. А на клавиатуре, наверняка вы все знаете, не очень удобно играть в игры, которые рассчитаны под игру на... И так и закончился сегодняшний обзор. Так. Канул. Да, короче, шипы родненькие. Раньки, но я пробегусь лучше здесь. Вот, мы уже насобирали 120 монет. Сейчас мы наверняка насобираем больше, и я вам покажу, как происходит саморазвитие, ну и смена персонажа. Соответственно, вот, мы попали в потайную. Потайную у нас сундук, которому еще нужно найти проход. О, вот так. Открываем сундук, из него нам выпадают деньги. Потайная как-то странно, когда мы в нее запрыгиваем, мы видим только себя, не видим самую потайную. Это как-то глупо сделали. Хотя, с одной стороны... Я почему-то не замечаю недостатков этого персонажа, то есть, дрейдов. Хотя, нет, замечаю. И вот один из них. У него слишком быстро проходит мигание, ну-ка, временное бессмертие. Ну ладно, это не важно. Вот, я уже играл много раз. Тут есть, опять же, уже совершенно другие персонажи. Нам не даются те же персонажи. Вот это вот, например, девушка. Гей. Это гей. Я чисто принципиально за геев не буду играть. Как только мы улучшаем одно из... Ну, возможных улучшений. Либо достраивается, либо строится. То есть, когда я улучшил вот эту вот волшебницу, мне открылась правая часть замка. Ну, вот эта вот башня. Когда я улучшил архитектора, у меня открылась левая часть замка. Ну, это если смотреть, как возможно. Когда я улучшил смайта, или кто это тут? Ну, короче, мастера. У меня открылась полностью вот эта вот. Когда я улучшил вот эта вот экипап, ну, защита плюс. Появилась вот эта вот крыша. Ну, соответственно, когда я лучше, вот это вот появится. То, когда то, то. Левел это не наш именно уровень. Это количество смертей, которые они сделали. Вроде бы, я точно не знаю. У этого персонажа способность запускать сюрикены, которые наносят по 25 дамага. И сама его атака 20 урона. Но это с учетом того, что я улучшил себя. Мы тратим 90 монеток, дабы пройти дальше. И вот мы опять начинаем с совершенно нового замка. Ага, и этот персонаж получает ману за каждое ранение кого-то. За то, что он наносит урон, он получает ману. Наносит урон или убивает. Ну, получает достаточно мало ману. Вот. Получает он 2-3 манны. А это очень мало. Одну даже. Вот эта вот картина, которая трусится, она на вас наберет. Она 5 уровня. Мы 7, поэтому мы с ней легко разбираемся. Предметы нужно уничтожать ради денег. Ого. Большой. Нифига себе. Он 19 уровня. Не, я с ним драться не буду. Спасибо, не хочу. Вот тут вот нам дается другая способность. Ну, это у нас не туманно на нее, поэтому я вам ее не хожу. Вот она комната с боссом. Тут стоят 2 сундука, в которых достаточно приличный день. Как можете заметить. И мы идем к боссу. Смотрим, что это за босс. Это босс. Глаз. Который очень большой. Ну, очень. Давайте попробуем его ранить со способностями. Что у нас, конечно же, не получится. Потому что у нас нет драманы. У него очень много здоровья. И убивает он нас достаточно быстро. Но у меня не улучшена броня и так далее. Давайте выберем любого. Потому что я вам сейчас покажу. Вот, достроилась крыша. И все. И мы можем еще улучшить вот это. Появилась дорожка, как вы видите. То есть, все, что мы улучшаем, улучшает наш замок. Все. У этого человека. Это девушка. У нее 20 основного дамага. И 25 наносит серп. Вот так вот. Если бить и кидать серп одновременно. Тогда вы можете наносить большой урон. Но серп, соответственно, мы тратим 15 маны. У нас всего лишь 55. Мне показался ли у нее крыша. Ладно. Ну, собственно, всем спасибо за просмотр. Всем пока. До скорых встреч. Продолжение следует.